Мы продолжаем информационный вечер на телеканале Ахтуба в студии Елены Марумиловой. Я еще раз с удовольствием представила гостя нашей программы. Сегодня это Елена Коршунова, исполняющая обязанности управляющего Волгоградским региональным отделением Фонда социального страхования. Елена Анатольевна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня пригласили к нам в студию, чтобы поговорить о тех новшествах, которые случились в сфере социального страхования. Но об этом, естественно, подробнее. Вы нам все очень подробно расскажете. Но для начала хотелось бы у вас услышать комментарии о той информации, которая недавно прошла по СМИ. о фактах выдачи фальшивых больничных, которые выявили ваши сотрудники. Как часто это случается? Просто очень громко это прокатилось. Тогда я прокомментирую. Для всех известно, что листок нетруспособности является основным финансовым документом для назначения и выплаты пособия по социальному страхованию, будь то нетруспособность временная, либо уход за больным ребенком. И с 2011 года бланки больничных листов – это полиграфическая продукция со степенью защиты уровня B. Листок нетруспособности выдается медицинской организации, имеющих лицензию на осуществление экспертизы временной нетруспособности. В Волгоградской области 225 таких лечебных организаций, которые имеют указанную лицензию и, соответственно, имеют право выдавать листки нетруспособности. Действительно, с начала года сотрудниками регионального отделения были обнаружены поддельные листки, ими были оформлены два случая временной нетруспособности, оформлены печати несуществующей медицинской организации ООО «М-клиник». В 2014 году из 19 фальшивых документов 15 были тоже оформлены этой же организацией. То есть давненько промышляют. Да, давненько. Ну, я, пользуясь случаем, должна предупредить об ответственности, которая определена законодательством за как-то и выдачу таких больничных листов, безусловно, и, соответственно, представление уже самим работающим этого листка к оплате. А какие в этом случае предусмотрены штрафные и возможные какие-то санкции? Ну, если говорить о том, какие результаты сейчас уже, вот после обращения нами в правоохранительные органы по этим делам, значит, есть случаи штрафа в 7 тысяч, в 10 тысяч, есть случаи исправительных работ, вот, и сроком на 6 месяцев содержание части зарплаты в доход государства. и даже сроком ограничения свободы, сроком на 1 год. То есть получается, что каждый такой случай рассматривается отдельно и по-разному уже означаются какие-то меры пресечения. Да, безусловно. Хорошо, но фирма, я так понимаю, давно этим промышляет. И скажите, пожалуйста, подвергаются ли эти, все у нас больничные листы подвергаются проверкам, или это какие-то выборочные проверки, на какой стадии это обнаруживается? Ну, это, безусловно, наша цель проверить абсолютно все, и задачи фонда социального страхования проверить абсолютно все больничные листы. Но понимаете, что силами регионального отделения это достаточно сложно осуществить такую цель. из выданных на территории области больничных листов, а мы выдаем порядка 800 тысяч ежегодно бланков листов нетруспособности, было проверено в 2014 году чуть более 220 тысяч таких больничных листов. И по результатам таких проверок предъявлено 47 финансовых претензий к лечебным учреждениям, ну, это порядка 220 тысяч. А правда ли, что выявляются факты, что человек, который взял этот больничный и предъявил его на работе, в это время на самом деле находился даже за границей? Такие случаи выявляются? Да, такие случаи тоже в нашей практике бывали совсем недавно. Обнаружено также нашими сотрудниками, что во время нахождения по документам на амбулаторном лечении человек находился в это время в заграничной поездке. То есть такие случаи есть, и этот случай был в одной лечебной организации. То есть финансовая претензия тоже обрела уже окончательный вид. Это порядка 45 тысяч рублей, она предъявлена к медицинской организации и на сегодня уже погашена в досудебном порядке. А какие ведомства вы еще привлекаете к своей работе, к тем же самым проверкам? Это все-таки нужно сказать для того, чтобы люди понимали, что все это чревато. Ну, безусловно, и в прокуратуре, органы МВД. То есть есть подозрения. Ну, а в целом, если говорить о лесках нетрудоспособности, так называемых больничных, то в этом году произошел ряд изменений, что касается оформления этих больничных для некоторых категорий граждан. Но все-таки давайте теперь об этом чуть более подробно. Я так понимаю, что речь идет о категории мамочек, мамочек и не всегда мамочек, которые ухаживают за больными детьми. То есть на самом деле в 2014 году произошли уточнения приказа Минздрава еще 11-го года, 624-Н, в котором была формулировка, дающая возможность толкования по-разному, скажем. На сегодняшний день, то есть из буквального толкования данной нормы следовало, что больничный лист по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет и за ребенком-инвалидом до 15 лет выдается только в случаях какого-то обострения хронического заболевания, либо в период острого заболевания. Значит, сейчас эта проблема ушла сама собой, вот ввиду изменений, о которых я сказала. Поправки внесены в пункт 35-й, 624-го приказа Минздрава. И на сегодняшний день больничный лист всегда выдается в случаях болезни. То есть определенный существует срок ограничения нахождения на больничном. Ну, это, я думаю, уже в каждом конкретном случае нужно обратиться. Но хочется отметить, что вопросы, которые касаются оформления больничных, на самом деле очень часто задаваемые. И в разделе, опять же, на вашем сайте, в разделе «Вопрос-ответ» я осмотрела, что спрашивают люди, и больше всего именно из этой категории вопросов. Это настолько сложно, и зачем так сложно все это придумано, хочется спросить. – Это все-таки степень защиты? – Нет, да нет, здесь как бы о степени защиты не идет речь. Речь идет просто о толковании нормы, так сказать, нормативного акта. То есть вот в этом проблема. А степень защиты – это, скажем, в самом начале было сказано об этом. – Спасибо. Я напомню телезрителям, что в гостях у нас Елена Коршунова, исполняющая обязанности, управляющая Волгоградским региональным отделением Фонда социального страхования. Елена Анатольевна, но в целом, если говорить о терринстве и детстве, то в сфере социального страхования здесь тоже произошел ряд изменений, что изменились, увеличились некоторые выплаты. Давайте пройдемся. Конечно, сложно назвать все цифры, это будет сложно, наверное, утомительно, но перечислить их, чтобы люди понимали, что происходит. Ну, я, конечно же, хотела еще раз обратить внимание на то, что одним из приоритетных направлений деятельности Фонда социального страхования – это защита, охрана, материнство и детство. Значит, в этой части Фонд социального страхования выплачивает четыре вида пособий за счет собственных средств и поддерживает за счет средств работодателя, поддерживает женщину в этот период и беременности родов, и ухода за детьми, как за здоровыми до полутора лет, так и в тот момент, когда ребенок заболел. И размеры пособий с каждым годом у нас индексируются, то есть изменяется размер минимального оплаты труда, и, соответственно, индексируются и наши пособия. Этот год не стал исключением. Пособия проиндексированы с индексом 1,55. Вот таким образом, если уже говорить о конкретных цифрах, то единовременное пособие при рождении ребенка теперь выплачивается в сумме 14 497 рублей 80 копеек. И также нужно сказать о пособиях по уходу за ребенком до полутора лет. За первым ребенком пособие выплачивается и за первым, и за вторым, и последующими детьми выплачивается в размере для работающих, в размере до 40% среднего заработка, но не ниже определенных цифр. Для одного первого ребенка это 2718 рублей 34 копейки в 2015 году. И по уходу за вторым ребенком и последующим эта сумма в два раза выше. То есть это 5 436 рублей 37 копеек. Сейчас официальная статистика очень любит называть цифры, которые показывают, что наша демографическая ситуация улучшается. Вы это на себе чувствуете? Сколько человек вам обратились в 2014 году за назначение вот этих пособий, за выплатой? Ну, сейчас еще я не могу сказать, поскольку финансовый отчет у нас только лишь подводим итоги. И, соответственно, анализ будет чуть позже. Хочу только лишь сказать, что в 2015 году в бюджете фонда запланировано на выплаты по материнству и детству 2 миллиарда 420 миллионов. Если рассматривать эти цифры в сравнении с 2014 годом? Это выше, безусловно. То есть все-таки статистика не вредит? Это выше, да. Процентов 10 обычно статистика все-таки вот. Еще есть новости в той сфере, которую вы курируете. Это страхование иностранных граждан. Теперь они подлежат страхованию. То есть получается, что иностранные граждане, которые работают здесь, теперь могут уходить на официальный, оплачивая больничный лист. Да. Единственное, что я хотела бы все-таки остановиться на некоторых моментах. Значит, да, на самом деле 407-м федеральным законом внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. И с 1 января 2015 года иностранные граждане, а также лица без гражданства, временно пребывающие на территории Российской Федерации, тоже подлежат обязательному социальному страхованию. Значит, одно условие, то есть данная категория должна заключить трудовой договор с работодателем на неопределенный срок, либо на срок не менее 6 месяцев. Это первое условие. И второе условие – страхователь, то есть работодатель, обязан уплачивать страховые взносы. Вторым условием страхования данной категории граждан является заключение трудового договора на неопределенный срок, либо срочный договор на срок не менее чем 6 месяцев. И работодатель при этом обязан уплачивать страховые взносы. А сколько они составляют? Не менее 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором произошел страховой случай. То есть иностранный гражданин может взять больничный, если он здесь уже отработал минимум полгода? Ну, получается так. И плюс к этому, кроме того, что он отработал полгода, то есть страхователь обязан был уплатить за время его работы с его зарплатой страховые взносы. Ну, понятно. Из чего-то же должны аккумулироваться средства, которыми будет оплачиваться больничный. То есть должно быть все официально и оформлено? Да, конечно. То есть еще раз обращу внимание на то, что, иными словами, список лиц, имеющих право на страхование на случай временной недораспособности, у нас пополнился еще двумя категориями. То есть это временно пребывающие иностранные граждане на территории Российской Федерации и лица без гражданства. А ваш фонд каким-то обраноперечественным, опять же, к проверкам? На самом деле оформили ли этот гражданин по закону у нас, который работает в нашей стране, все ли там официально? То есть это вы проверяете, этот момент? Ну, скажем, не конкретно этот момент мы проверяем. Мы проверяем обоснование выплаты. То есть в этом случае мы вместе с пенсионным фондом выходим на такие проверки. И то есть в первую очередь мы проверяем налогооблагаемую базу. Она, кстати, с этого года выросла. Сейчас составляет 670 тысяч рублей, на которые начисляются страховые взносы. То есть доходную часть, а расходную часть, безусловно, это уже, скажем, вопрос проверки фонда социального страхования. Если по доходной мы вместе с пенсионным фондом осуществляем проверку, то по расходной части, поскольку они уменьшают сумму страховых взносов, подлежащих уплате, соответственно, мы очень тщательным образом проверяем данные расходы. Мы с вами уже затронули тему страховых взносов. А их размер в этом году каким-либо образом изменился? Нет, в этом году ничего, собственно, не изменилось. В части основной категории плательщиков страховых взносов, предприниматели и организации, уплачивающие единый налог на обмененный доход, это аптечные организации, а также предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, смогут применить пониженный тариф страховых взносов только к выплатам в пользу физических лиц, которые имеют право на занятие такой деятельностью. Спасибо. Я еще раз напоминаю телезрителям, что в гостях у нас Елена Коршинова, исполняющая обязанности, управляющего Волгоградским региональным отделением фонда социального страхования. Елена Анатольевна, ну что точно в этом году проиндексированы, это выплаты при несчастных случаях. Насколько часто люди к вам обращаются за назначением этих выплат? И растет ли их количество? Всегда такой очень спорный момент. Конфликтных ситуаций при этом всегда много возникает. Конфликтных ситуаций их тоже очень много, но все-таки я скажу, что к счастью, количество обращающихся у нас все-таки, то есть количество получателей ежемесячных и единовременных выплат у нас не растет на сегодняшний день. И на сегодняшний день это количество составляет 8 994 гражданина региона, то ли пострадавшие в результате травмы на производстве или имеющие профессиональное заболевание. Что касается увеличения размера этих выплат, да, безусловно, этой категории тоже коснулось повышение, то есть все тот же индекс, 1,55 тысячность, то есть в соответствии с ростом МРОТа. Спасибо. У нас не очень велико время программы, поэтому не всего мы можем с вами коснуться. Если перечислять все пособия, которые так или иначе изменились, размеры выплат, то это очень много времени не заметно, но я думаю, это будет слишком утомительно. Скажите, пожалуйста, куда приходить, чтобы всю информацию получить полностью? Потому что каждый случай он конкретный, индивидуальный, и в каждом случае определенные свои выплаты и пособия положены. Где можно все узнать и какую-то помощь юридическую оказываетесь ли вы гражданам? Что касается юридической помощи, все-таки я начну вот с этого. Значит, на сегодняшний день утвержден регламент оказания юридической помощи, но и без регламента работники регионального отделения, как, впрочем, и исполнительных органов, филиалов, всегда помогали так или иначе обратившимся. То есть ничего в этом плане не меняется. То есть единственное, вот в соответствии с приказом 48Н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября прошлого года утвержден как раз-таки порядок оказания фондом социального страхования бесплатной помощи застрахованным лицам. То есть, ну, вот в этом порядке все подробно описано. То есть это и есть вот регламент. Я думаю, при необходимости всю эту информацию можно и у вас на сайте тоже найти. Да, безусловно. И, да, я хотела бы еще сказать о том, что любая интересующая информация слушателей, она всегда находит отражение на сайтах регионального отделения фонда социального страхования, а также сайте фонда социального страхования Российской Федерации. Я думаю, это будет полезно всем, потому что информации у вас много, и это сложно. Да. Поэтому есть с чем разбираться. Спасибо вам огромное. Приходите еще раз к нам рассказывать. обо всем, что происходит в сфере социального страхования. А телезрителям я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была Елена Коршунова, исполняющая обязанности, управляющая Волгоградским региональным отделением фонда социального страхования. Елена Анатольевна, еще раз вам огромное спасибо за беседу. Вам спасибо. До свидания. Всего доброго.